Здравствуйте, уважаемые зрители! На канале уже вышел ряд материалов по первому году Русско-Персидской войны 1826-1828 годов. Это и осада Шуши, и разгром противника при Шамхоре или Совет Холи. Ссылки на эти материалы будут в конечных заставках ролика. И вот, в ходе этих сражений наступательный потенциал персов был ликвидирован, и им уже предстояло сдержать наступление русской армии под командованием Паскевича. И это при том, что наша армия все еще численно уступала врагу. Сначала была осаждена Эревань, затем, практически без боя, взята Нахичевань. И вот, русская армия решает взять город Таврис, ныне это север Ирана. Ну а для такого похода следовало разгромить вражескую крепость Аббас Аббад, лежавшую на коммуникациях нашей армии. И 13 июля 1827 года наши войска осаждают эту крепость, но вскоре Паскевич узнает, что на помощь защитникам Аббас Аббад идет 40-тысячная армия Аббас Мерзы. И русский генерал решает атаковать врага на марше. Оставив небольшой отряд для осады крепости, он идет навстречу персов. И вот 17 июля 1827 года ранним утром передовые части обеих армий встречаются в небольшой стычке. Атакованные казаками, кавалерией и пехотой персы отошли на четыре версты, заняв оборону в новом месте. Но стремительное продвижение русской кавалерии под командованием Раевского и Андронникова все равно не дает противнику закрепиться на этом рубеже. Разгорается бой, в ходе которого русские части прорываются на господствующую возвышенность и устанавливают на ней орудия. Шокированные происходящим персы просто бегут, а русская армия преследует их до ручья Дживан Булак. Именно в честь него и будет названо это сражение. В ходе боя безвозвратные потери врага составили три с половиной тысячи человек, из которых три тысячи попадают в плен. Безвозвратные потери русской армии составили 41 человек. А на следующий день и капитулирует крепость Аббас-Аббад, а командующий обороны Эксхан Ханна Хичеванский переходит на сторону России, получив звание полковника и должность на Ибовной Хичеване. А в следующем выпуске я расскажу про решающее сражение этой войны и ее итогах. А на сегодня все, всем желаю крепкого здоровья, до скорых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова